Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Партия социалистов объявила о запуске национальной кампании консультаций с народом о переходе к президентской форме правления в Республике Молдова. Об этом на пресс-конференции сегодня, 27 октября, объявила председатель партии социалистов Зинаида Гречаны. Глава партии напомнила о том, что 6 октября Республиканский совет ПСРМ, главный руководящий орган партии, одобрил резолюцию, осуждающую провокацию против президента Республики Молдова и избранного всем народом страны. Совет постановил, что переход к президентской форме правления – это желание и видение большинства граждан страны. Об этом и многом другом поговорим с сегодняшним гостем, исполнительным секретарем партии социалистов Республики Молдова Владом Батренчем. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня Вы объявили о старте национальной кампании по сбору подписей в поддержку идеи перехода к президентской республике. Что она будет собой представлять? Какие цели партии социалистов ставит перед собой? Я думаю, это является логическим следствием ситуации, которую мы имеем сегодня в стране. Это парламентское дно, учитывая коррупцию, учитывая политическую миграцию в данном парламенте, потому что данный парламент не отражает уже давно волю избирателя в 2014 году. Большинство парламентских фракций уже фактически было уничтожено. Мы видим, две трети фракции коммунистов перешли в большинство имени Плохотнюка, две трети фракции либерал-демократов, треть фракции либералов. И мы видим, что то парламентское большинство, которое сегодня есть в парламенте, оно не представляет волю избирателя. Мы сталкивались все эти годы с колоссальными скандалами. И это не только кража миллиардов. Буквально сегодня мы увидели, что правительство инициировало приватизацию оставшихся предприятий в личной собственности, то есть народное достояние Республики Молдова. То, что создавалось народом на протяжении десятилетий, сейчас это уходит просто с молотка. Мы столкнулись с ситуацией правового дна в случае с решениями так называемого конституционного суда, когда эти судьи приняли решение, которое является, безусловно, нечто выходящее за рамки правовых конституционных международных норм. Нигде в мире, в цивилизованных странах, вы не найдете подобного коверкания текста конституции, подмены текста конституции, подмены понятий. То есть там, где роль во всем мире конституционной юрисдикции, это интерпретировать некоторые нормы, содействовать реализации конституционных норм. Здесь мы видим, как сидит несколько граждан Румынии, которые просто подменяют собой конституцию. В условиях нынешней системы захваченного государства, когда одна политическая партия, не имея мандата со стороны народа, контролирует и парламент, и правительство, и юстицию, и конституционный суд, и так далее, в этих условиях, безусловно, говорить о сохранении нынешней системы, это просто преступно. Единственный вывод из состояния захваченного государства, это радикальная смена системы, это разрушение нынешней системы. И поэтому логическим продолжением и развитием ситуации мы видим переход президентской республики. Об этом постановил и Республиканский совет партии, но это и было решение десятков тысяч людей, которые вышли на протесты 24 сентября, в день, когда должен был состояться референдум, инициированный президентом. Мы видим, что власть запретила людям выходить на референдум. Мы столкнулись с ситуацией, когда власть отказывает людям, народу, исполнять свой конституционный суверенитет. И люди, которые должны были высказаться об аннулировании закона, скандального закона о украденных миллиардах, которые таким образом все-таки остаются публичным долгом и перекладываются на плечи людей, запретили людям решать вопрос о сокращении количества депутатов парламента со 101 на 71, потому что у нас нет уже сегодня тех почти 5 миллионов человек, которые были в 89-90 годах. И этот парламент никак уже не обосновывает. И 101 депутат — это явно завышенное количество в условиях нынешней страны. Мы видим, что парламент сегодня, который по всем вопросам, рейтинг которого 3-4%, не найдете вы в цивилизованной стране мира ситуацию, когда парламент более 90% граждан, которому не доверяем, когда он рулит абсолютно всей ситуацией. И этот парламент с 3-4% доверия блокирует всенародно избранного президента с рейтингом доверия более 50%. И мы считаем, что это не сокращение каких-то полномочий конкретно президента и не блокирование деятельности лишь президента. Это фактически сокращение полномочий народа, потому что все то, за что люди проголосовали в ноябре прошлого года за президента Додона, во всем этом сегодня парламентское большинство отказывает людям. Именно поэтому, завершая ответ на ваш вопрос, Танислав, единственный выход — это переход в президентскую республику. Вот чисто технический вопрос. Где желающие поставить свою подпись, граждане Молдовы смогут это сделать? Как это будет происходить? Сбор этих подписей? С этой целью и была проведена сегодня пресс-конференция нашей партии. На этой пресс-конференции не только прозвучал призыв со стороны представителя партии Зинаида Гречана подписываться, но в частности мы с коллегой по полицполковому партии, с Корнелию Фуркулица, мы сообщили людям о том, что все 41 офис территориальных партийных организаций в районах республики будут доступны 7 дней в неделю. Они будут открыты и постоянно будет осуществляться посредством офисов контакта с избирателями. Мы объявили о том, что будут сотни палаток, которые будут передвигаться из одного населенного пункта в другой. Мы объявили о том, что десятки тысяч активистов и сторонников партии президента осуществляют встречи с избирателями непосредственно по месту жительства. И мы поставили себе амбициозную задачу собрать 2 миллиона подписей, 70% от числа избирателей. Для чего это делается? Для того, чтобы продемонстрировать массовую поддержку этой идеи. И вот кто-то может сказать, что уже выступают люди с рейтингом 0,10% выступают с тем, что это за сбор подписей, что это якобы не является обязательным. Это не несут никакое юридическое, видимо, последствия. Так могут рассуждать только люди, которые заведомо не знают, что такое демократия, которые не уважают мнение людей. Мы считаем, что это будет самый веский аргумент и для народа Республики Молдова, и для будущего парламента. И что очень важно для всех внешних партнеров Республики Молдова, это будет самый мощный аргумент того, что люди хотят эту реформу, и что люди ее поддерживают. И заручившись поддержкой людей, мы будем этот проект реализовывать уже в новом парламенте Республики Молдова, потому что уже через год фактически люди будут избирать новый парламент. Это будет новая, принципиально новая повестка дня. И мы абсолютно убеждены в том, что у нас будет в будущем парламенте при поддержке людей будет квалифицированное большинство для того, чтобы эту реформу реализовать. Мы будем убеждать граждан в том, что эта система работает в таких государствах, как Российская Федерация, Беларусь, Франция, даже Соединенные Штаты Америки. И это во многом президентская форма правления. И мы, безусловно, хотим провести консультации с людьми для того, чтобы сами люди поняли еще раз преимущество этой идеи. Хотя даже сегодня, до начала данной национальной кампании, все опросы показывают, что люди у нас в Молдове поддерживают именно президентскую форму правления. Почему? Люди хотят видеть жесткую, четкую вертикаль власти. Люди хотят видеть, что есть ответственное лицо, глава исполнительной власти, который обеспечивает выполнение предвыборной платформы. И наводит порядок с любым чиновником в этой стране, с любым чиновником, который потерялся в пространстве, который забывает о конституции, о своих полномочиях и о своих обязанностях по отношению к людям. Ответственность, наверное, ключевое слово во всем этом. Потому что то, что сегодня происходит на политической арене, как раз соотносится к безответственности. Принятие решений происходит за ответственность, за которую непонятно, кто и как будет нести. Отчасти на следующий вопрос вы уже ответили. Но все же, вот это противостояние, которое сложилось между парламентским большинством при таком подсредничестве Конституционного суда и президента страны, оно накладывает определенный отпечаток на происходящее в Молдове, на то, как на нас смотрят и внешние партнеры, и как сами избиратели смотрят на то, что происходит сегодня во властных структурах. Вот это противостояние при назначении министра обороны, которое, в общем-то, уже много сказано об этом человеке, добавлять ничего не буду, вот оно приводит к мысли, что сегодня во власти совершенно безответственные люди. И сегодня во власти люди, которые в своем расчете на будущее видят как раз отсутствие ответственности в будущем за те шаги, которые были сделаны, за те шаги, которые были предприняты. Я не говорю даже вот по поводу принятия последнего министра, а по поводу вообще предыдущих лет. И тоже нужно как-то спросить, наверное, найти реальных ответственных за те, кто виновен в краже миллиарда, кто виновен в развале экономики, кто виновен в разрушении социальной структуры сегодняшней Молдовы. Я понимаю, что вот решение прийти к людям, проконсультироваться в отношении создания президентской республики и продиктованное обращением к нации, которое прозвучало со стороны президента Молдовы Игоря Николаевича Дадона. И вот в этом смысле тогда вопрос, каковы шансы, что президент будет услышан людьми, а люди будут услышаны теми, ну, самой властью, теми, кто принимает сегодня ключевые решения, кто, в общем-то, оказывает влияние на нашу с вами жизнь. Ну, мы абсолютно убеждены, что мы найдем поддержку людей, поддержку данной инициативы, потому что люди устали. За последние 8 лет появилось четкое отношение к власти. И очень четко люди чувствуют в нынешней власти, в так называемом парламентском большинстве, которое сегодня даже названия не имеет. Если раньше они там 4-5 раз переименовывались, то они за европейскую интеграцию так, то они альянс, то они коалиции, то они непонятно что. То у нынешней коалиции в парламенте даже нет названия никакого. И это говорит в пользу того, что появился такой феномен, как синдром коллективной безответственности. Сегодня никто не несет ответственность за кражу миллиардов, ведь сегодня никто не готов брать на себя ответственность за коррупцию. И даже внешние партнеры Республики Молдова, наконец-то, которые годами прикрывали эту власть, поддерживали абсолютно все правительства на протяжении 8 лет. Запад аплодировал, называл это историей успеха. Но после того, как они это все окрестили историей успеха, после этого Европейский парламент принимает решение о закрытии финансирования Молдовы, о замораживании, точнее финансирования Республики Молдовы. Это говорит о том, что у них даже больше нет аргументов поддерживать своих, по классике, суки на дети, но свои, даже они уже понимают, что поддерживать это дальше нельзя. Хотя они признавали все правительства, и Филата, и Лянка, и Габурича называли историю успеха. И правительство Филиппа, утвержденность за 6 минут, они признали. Мы абсолютно уверены, что люди выступают против этого синдрома коллективной безопасности. Люди хотят четко видеть, что есть человек, который берется наводить порядок в стране. Они его наделяют полномочиями, но он спрашивает со всех по полной программе, в том числе из парламента, в том числе из правительства, из Конституционного суда, потому что те преступления, которые были совершены, коррупционные, и те преступления, которые были совершены против публичного интереса, они не имеют срока давности. И в данном случае люди хотят видеть в президенте именно гаранта соблюдения законности. Поэтому люди нас понимают, наша задача мобилизации людей накануне предстоящих парламентских выборов, наша задача информирования людей, наша задача находиться с ними и дальше в постоянном контакте. И абсолютно уверен, что вот эту поддержку мы сумеем капитализировать в ту реформу, и конституционную реформу для того, чтобы Республика Молдова взяла пример с хороших стран, где сильные лидеры сумели навести порядок и сумели поставить на место взорвавшихся чиновников. Противостояние в своей деятельности сегодня встречает не только глава государства. Я понимаю, и мы все это видим, что с начала новой парламентской сессии происходит противостояние нынешнего парламентского большинства и партии социалистов. Все законопроекты, особенно социальной направленности, тем или иным образом блокируются. И даже мы обратили внимание на феномен того, что клонируется параллельная инициатива, но очень похожа на то, что буквально недавно звучало здесь же на парламентских площадках. Вот ваш комментарий вот того, что происходит. Нет, конечно, это театр абсурда. И здесь даже не проблема в том, что они многие наши идеи отшивают, а потом эти идеи появляются через неделю-две, поменяли, пару запятых переставили и появляются как инициатива правительства. Мы с этим согласны, потому что не проблема, чтобы какие-то идеи оппозиции таким образом воплощали жизнь. Не проблема авторства. Потому что надо хоть как-то улучшать ситуацию в стране, улучшать условия жизни людей и так далее. Проблема в другом, что они категорически отказываются признавать очень многие проблемы, признавать очень многие преступления, которые совершались. Потому что у нас сегодня в президиуме парламента сидит гражданин, который должен находиться рядом с Филатом. И Лянк и подписывал секретные распоряжения правительства. Проблема в том, что в нынешнем правительстве находятся люди, которых в свое время увольняли вместе с Филатом за коррупцию по решению консольного суда. Филату была отказана в праве занимать должность премьер-министра. А министры, которые были вместе с ним уволены за коррупцию, сегодня замечательно занимают министерские кресла. И продолжают карьеру. Да, соответственно, безусловно, вот в этом главная беда. То, что они отказываются признавать то, что нельзя украденные миллиарды перекладывать на публичный долг в карманы людей. Потому что есть четко лица, роль которых установлена. И эти лица, безусловно, должны ответить. Но мы видим, что эти лица при условии договоренности с нынешним парламентским большинством, эти лица продолжают занимать очень важные места, функции. Поэтому проблема данного парламента в том, что он не готов поддерживать разумные, правильные инициативы. Даже сегодня выводили инициативу заслушать правительство по ситуации с Днестром. То, что мы поднимали неоднократно проблему того, что Украина построит около 9 гидроэлектростанций. И в итоге вода, которая поступает уже в наш участок Днестра, она будет технической, то есть мертвой. И, соответственно, у нас возникнет колоссальная проблема со снабжением питьевой водой граждан. У Молдова может стать пустыней в итоге. И вот, казалось бы, в беседах таких коридорных, частных, у них есть понимание этой проблемы. И они как бы вроде бы да. А когда они в зале парламента, они голосуют против. Я могу приводить таких примеров очень мало. Получается, не самостоятельные абсолютно люди. Да, разговариваешь с ними, давайте разберемся с Министерством образования. Давайте разберемся с теми, кто поиздевался над детьми на экзаменах бакалавра. Искалечили судьбы тысяч детей. Искалечили и при этом принесли целую трагедию, создали в семьях очень многих людей. И при этом мы приводим им факты о том, что не соответствуют экзаменационные уже тесты, содержание учебного процесса. Есть нарушения заведомые. Давайте наведем порядок. Да, 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 да. Вопрос не решается. И можно таких примеров приводить сотни. Говорим, ребят, давайте пересмотрим пенсионную систему. Отказываются от наших предложений. Два раза повышают пенсии в год с учетом инфляции. И при этом повышают пенсионный порог. В республике Молдова смертность превышает рождаемость. Средняя продолжительность жизни уменьшается. Они повышают пенсионный порог. Поэтому этот парламент опасен. Он опасен тем, что он антисоциален. То, что он принимает решения против людей. И при этом они цепляются за места. При этом они говорят о том еще, что есть экономический успех. Конечно, этот театр абсурда. Его надо заканчивать. Именно поэтому мы все эти три года боролись за досрочные парламентские выборы. Но, к сожалению, мы в данной ситуации были в парламенте, что называется, в изоляции. Потому что мы единственная фракция, которая в этом парламенте оппозиционно все эти три года. Все остальные датировали Плохотнюка депутатами и помогали ему править. И, соответственно, мы все эти три года говорили, что этот парламент должен распуститься. Да, ну вот, имеем то, что имеем. Эти ребята просто так не хотят. Они готовы менять все. Конституцию, правила игры во время игры. Но продолжают зубами держаться за кресло. Ну, возможно, как раз с этим и продиктовано, что правила игры меняются ради сохранения этих кресел и возможности дальше попасть в эти же кресла. Но тему абсурда хотелось бы продолжить вот таким моментом. Сегодня в медийном пространстве еще идут отголоски и достаточно активно все-таки обсуждается тема появления на политической арене Молдовы экс-президента Румынии, БССКУ. И последовавшие за этим заявления спикера Молдовского парламента, Канду, о том, что да, демократическая партия готова даже вот рассматривать возможный союз из партии, в которой присутствует бывший президент Румынии БССКУ. Хотя мы прекрасно понимаем, что это за партия. Партия, которая, в общем-то, и сама фигура БССКУ. Человек, который напрочь отрицает, будем говорить, так сказать, право на государственность Республики Молдовы. Будучи президентом, он не подписывал договор о признании границ. Я знаю, что в его риторике очень много говорится о том, что мы, то есть Молдова, это страна, которую населяет второй румынский народ. И, конечно же, в перспективе столетия, так называемого унирия, которое сегодня так много говорит, либеральные политики, этот проект, мне кажется, грозит, будем говорить, так сказать, напрямую грозит разрушению государственности. Это при том, что, в общем-то, не отменили статью, например, защиты государственности Республики Молдова, которая, в общем-то, под которую может подпасть любой проект униянистского характера. Ведь призыв к присоединению Молдовы к Румынии, это как раз прямой призыв к уничтожению страны, страны, которая имеет полноценное членство в НАТО, полноценное, то есть, пардон, полноценное членство в ООН, полноценное членство в ПАСЭ, то есть признанное государство, и, тем не менее, есть политические проекты, которые пытаются изменить судьбу целого государства. Вот ваш комментарий относительно того, что происходит сегодня в политике, почему вдруг власти так, мягко говоря, равнодушны, на самом деле, мне кажется, поощряют появление и развитие вот таких униянистских настроений в политике? Ну, это, конечно, признак того, что политики временщики, политики не от государственности, закрываются глаза на антигосударственные призывы. Даже руководство Генеральной прокуратуры отказывается возбуждать уголовные дела по факту вредительства, вандализма в отношении символов государственной власти, флага государственного называют это все свободой слова и так далее. Это говорит о том, что нет политической воли защищать, укреплять собственное государство. Это говорит о том, что эти люди не рассматривают серьезную будущность, не связывают ее с нашим государством. Так, если разобраться, у Канда жена гражданка Чехии, да, соответственно, вполне возможно, что пока он в функции, он здесь, потом он не будет. Можно взять всех политиков нынешней власти, тех, кто были на протяжении последних восьми лет, ведь их дети все учатся на Западе, их капиталы, их активы, они все на Западе. И поэтому ведут они себя по отношению к Румынии очень заискивающе, по одной простой причине, чтобы иметь пути отступа, потому что у них там, опять же, им, если что, и уходить через Румынию из Молдовы. И, соответственно, они пытаются понравиться румынам, да, они пытаются, они готовы принять все условия, только чтобы их поддерживали, да. И мы видим, что румыны их поддерживают, и причем румыны поддерживают всех этих деятелей на протяжении восьми-девяти лет только потому, что им важно, чтобы не пришли в этой стране к власти промолдавские силы, либо не пришли в стране к власти те силы, которые видят стратегические взаимоотношения, да, с Российской Федерацией. Я думаю, что телезрители вашего канала, Станислав, мне прекрасно понимают эту ситуацию. Конечно, это опасный феномен. Опасен почему? Потому что, вот, даже если взять данные переписи населения, в 2005 году румынами себя идентифицировали 4%. Вот прошло 11 лет, и они идентифицируют себя румынами 7% населения. И в эти 7% попадает и Канду, и большая часть его партии, и ГИМП, и прочее, и так далее. И вопрос в том, что людям навязывается, опять же, навязывается то, что люди не воспринимают. Немалая доля, так сказать, вины перед молодским народом, мне кажется, и системы образования. Потому что, смотрите, как искажено сегодня понятие истории молдавского государства, искажено название самого государственного языка, сегодня как-то автоматически у многих вылетает, просто даже у русскоязычных, вместо слова молдавский вылетает из речи слово румынский. Да, это беда. И новой власти после парламентских выборов со всем этим придется принимать очень межхедельные действия. И в том числе по защите собственной истории, потому что история является неотъемлемой частью идентичности любого народа. А нам сегодня отказывают идентичности. Ведь те люди, которые против истории Молдова, эти же люди говорят, что молдавский народ — это инвенция, выдумка Сталина. И причем это настолько грубая манипуляция и ложь, что любой человек, который мало-мальски пытался изучать историю, знает, что Молдова — это более древнее государство. Что название молдавский и молдавское, оно более древнее. Что Румыния — это политическое образование, не столько этническое, которое там появилось 150 лет назад. Мы неоднократно с вами на эту тему рассуждали, Станислав. Я думаю, что у большинства людей есть ясность по этим вопросам. И большинство людей абсолютно против этой политики. Но здесь вопрос в том, что надо менять эту власть тех, которые навязывают антигосударственную политику, либо оскорбляют память, идентичность, чувства людей. И беда в том, что все вот это, всю эту вакханалию годами поддерживал Запад, поддерживал финансово, поддерживал политически. В фунте 26 министров иностранных дел сюда прилетело. Понимаете, Байден, Меркель. Какая мощнейшая политическая внешняя поддержка оказывалась этому режиму. И в этих условиях они сами, признавая Ягланд, Генсек Совета Европы, говорил, захваченное государство, но при этом правительство поддерживает. Поэтому я хочу как положительный отметить факт того, что все же таки даже Запад, который их очень много лет поддерживал, крышевал, финансировал, начал наконец где-то по-другому смотреть на вещи. Им отказывают финансирование сегодня первое. Второе, как бы они начинают их осторожно критиковать. Поэтому последний бастион здесь рухнет, когда они окончательно лишатся внешней поддержки. И Запад наконец-то не будет мешать в Молдове проводить нормальные, объективные парламентские выборы. Без того, чтобы сюда приезжали сотни европейских чиновников, без того, чтобы они пытались здесь навязывать людям какие-то свои конструкты, преференции и так далее. Поэтому у нас, Станислав, я думаю, свет в конце туннеля. Это есть, это показывает и опросы, но это и показывает ситуация в регионе, что данная власть больше не имеет ресурса поддержки не Запада, не имеет ресурса к продолжению. Ну, на ваш взгляд, подобная возможность, чтобы Запад ослабил внимание к Республике Молдова, с учетом того, что, например, смотрите, что происходит в Украине, какое давление на русскоязычных, что происходит вообще в регионе? Внимание они не ослабят, конечно, потому что это граница Европейского Союза. Им нужен здесь буфер с хорошими дорогами, с их законами, с их нормами, чтобы у них здесь было все тихо, спокойно, чисто и желательно депопулировано. Не нужны здесь производственники, здесь нужна просто лояльная территория. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что уже начала звучать откровенная критика. И эта критика звучит не только в Европарламенте, она звучит и в Совете Европы. И очень многие бывшие адвокаты вот этой власти, начиная с 7 апреля 2009 года, перестали их поддерживать. И это я бы хотел рассматривать как положительный феномен, потому что данная власть может держаться лишь благодаря их помощи. Потому что даже сегодня бюджет посмотреть, бюджет на будущий год, проект составлен более чем на треть из внешнего финансирования, что является полным абсурдом. Бюджет формируется из ресурсов собственного государства. Внешнее финансирование, кредиты, долги, они не должны забиваться в бюджет. Внешнее финансирование может применяться для инфраструктурных инвестиционных проектов, для того, что страна не может вот сиюминутно сама справиться, инвестировать и так далее. Они забивают кредитные деньги в бюджет для оплаты текущих расходов. Внешние долги растут. Преедание достаточно дорогих ресурсов. Цифры ужасающие, ведь более трех миллиардов евро пришло только с Европейского Союза, большая часть из которых это кредиты. Да, кредиты может быть на льготных условиях, то есть процент низкий, но в любом случае это проценты, в любом случае это долги, которые придется возвращать. И придется возвращать не этой власти. Ну, меняем тему. Партия социалистов активно вступила в кампанию и по подготовке к референдуму по отставке столичного градоначальника Дарина Киртака. Расскажите, как проходит подготовка к плебисциту, как реагируют кишиневцы на саму идею и на то, как проходят сегодня встречи с кишиневцами, проходят ли объяснения, потому что для многих, вот мои коллеги, делая опросы на эту тему, сталкиваются с тем, что для многих кишиневцев вот грядущий плебисцит, это своего рода выборы. То есть, а вот за кого голосовать? Ну, всегда приходится объяснять, что сначала нужно освободить место столичного градоначальника посредством этого референдума. Референдум — это хороший шанс для кишиневцев навести порядок в премарии. Несмотря на какие проблемы, хотя там власть до последнего затягивала, назначение, начало кампании, не давали финансирования над референдумом и так далее. Несмотря на это, мы проводим очень активную, динамичную кампанию. Несмотря на это, мы встречаемся ежедневно с людьми. Я вот сейчас к вам пришел, было две хорошие встречи на предприятиях. Люди понимают, к сожалению, многие люди еще не информированы в полном смысле слова, что такое референдум. Многие говорят, а мы же уже там подписались. Мы объясняем, нет, вот 100 тысяч кишиневцев подписались, они не за отставку Киртуака подписались, а для того, чтобы инициировать референдум по его отставке, объясняем людям, что процедура референдума она идентична процедуре проведения выборов, выборного лица. То есть открываются избирательные участки в воскресенье, 19 ноября, люди берут удостоверение личности, идут, расписываются, получают бюллетень. Там вопрос, поддержите ли вы отставку примара, да, нет. То есть мы объясняем людям эту процедуру. И хочу сказать, что наша встреча очень полезна, продуктивна. Мы встречаем, встречаем большую поддержку. Скажем честно, нынешний грандоначальник, он всем надоел. Но приходится объяснять, что то, что он сегодня находится под домашним арестом, это не значит отстранение от должности. В любой день Гимп пойдет поклониться, залезет под стол, Плохотнюк его возьмет обратно в коалицию, вот, и возьмет опять Киртуака под свое крылышко Плохотнюк. Ведь Киртуака бы не выигрывала все эти компании, если бы не демократическая партия. Соответственно, мы считаем, что сейчас проходит хорошая активная работа с людьми. Наши канцельеры, депутаты, наши активисты встречаются по месту жительства. У нас дворовые встречи, предприятия, школы, садики, учреждения. Даже муниципальные предприятия наши советники проходят. Мы проводим хорошую энергичную кампанию, проводятся активные встречи в пригородах. Ну, времени, конечно, у нас не так много до 19 ноября, но мы работаем очень активно и думаем, что кишиневцы будут использовать шанс, который им предоставлен. Потому что Дарина Киртуака надо категорически убирать. Ну, вот эта кампания, как многие заявляют, особенно оппоненты партии социалистов, они говорят, что это, будем говорить, политическая борьба между партией социалистов и либеральной партией. Вот удается убедить сегодняшних кишиневцев в том, что, в принципе, сегодня идет борьба не между партийными силами, а идет борьба с коррупцией, которая так упорно высиживает в креслах столичных. Вот мы это и пытаемся объяснять, Станислав, потому что надо признаться, что в молдавской политике очень мало искренности и очень много лицемерия. И те, опять же, политики, которые в частных беседах говорят о том, что Киртуака просто уже, знаете, всех достал, и так много коррупции, так много бардака не появляется человек неделями на работе. И как бы они за то, чтобы его снять, но смотришь на их официальную позицию, и все партии высказались за бойкот референдума. Коммунисты высказались в поддержку референдума, но при этом не зарегистрировались как участник на референдуме и работы не проводят. Это, конечно, говорит о том, что опять переводится в какую-то геополитическую канву, как Киртуака выбирали под якобы угрозой русских танков, так и сейчас опять пугают людей социалистами. Но хочу сказать, поэтому мы и проводим встречи с людьми, потому что люди, к сожалению, многое видят. Видят бардак на улицах, видят заблокированный город, видят, что после снегопада никто город не убивает, до сих пор ветки висят, видят, что негруцы там три года делаются. Александрит два года делается и так далее. Но при этом люди все равно многого не знают, потому что не доходит вся информация. Когда им говоришь, что даже те дороги, которые строились, они строились по цене трижды, а в три раза дороже, чем в Германии строятся автобаны. Когда ты им говоришь о тех схемах, которые есть, что у нас отмываются с тех дорог, схемы, откаты, распилы, у людей открываются глаза. Даже когда мы в тех аудиториях, где его электорат, те, кто его, мы просто рассказываем, ребят, вот вы говорите Валя Морилор, а вы знаете, что на Валя Морилор было потратено около 200 миллионов лей? За эти деньги, может, было все парки в муниципе. Облагородить. Облагородить. Почистить озера и подготовить пляжи и детские спортивные площадки. А вы знаете, что вот схема здесь, схема там, и тогда начинают люди почувствовать. И когда им говоришь, что хорошо, вы хвалите, что он там сделал пару дорог, которые уже разрушаются, потому что были схемы и распилы, и в итоге та компания, которая ее строила, она не могла построить качественную дорогу, потому что они отдали кому-то откат. И когда им еще и говоришь, что вы знаете, что эти дороги не сделаны за счет Кишинева, и Валя Морилора не сделана за счет Кишинева, Комсомольское озеро, что это все за счет кредитов. И когда им говоришь, что 2 миллиарда леев только внешних долгов у премарии, еще порядка полумиллиарда леев внутренних у коммерческих банков частных, когда им говоришь, что 2,5 миллиарда леев, вот это внешние кредиты, которые Киртуака уже не будет, а людям еще надо будет десятилетиями возвращать. Почему в муниципе Кишинева, у которого сегодня бюджет, даже в этих условиях, когда в бюджет с рынков не приходят деньги, от экономических агентов деньги не приходят в бюджет, потому что они идут от всех застройщиков, которым землю дают за 10% от ее коммерческой стоимости, и разрешение на строительство и так далее, проект, эти все деньги идут в карманы Чино, в НИКАФ, в карманы окружения Киртуака, и эти деньги не попадают в бюджет. И даже при условиях того, что он 3 миллиарда, а мог бы быть 6 миллиардов леев, даже в этих условиях возьми что-то, строй из своих денег, что-то делай из своих денег. Да не надо быть 7-5 в лбу, не надо быть талантливым, чтобы встроить в долг. Любой из нас может сделать дома феерический ремонт в долг, но он не сможет рассчитаться. Поэтому то, что делал Дарин Киртуак, это не просто системное уничтожение города, так он еще и этот город такие долги вогнал, что следующему руководству премарии будет очень тяжко. Тем не менее, я вот пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к тем людям, которые живут в этом городе, любят этот город. Ну, нельзя быть инертными. Очень много у людей уже отчаяния и пассивности. За город надо бороться, за страну надо бороться. Если говорить в данном случае о городе, ну, все критикуют. Ну, многих спрашиваешь, а ты знаешь, что будет референдум? А ты знаешь, где, что, когда, ну, не знаю, почему, как. И, к сожалению, уровень мотивации у людей не такой высокий. Если бы в городской черте вышло больше, чем 40-45% на выборы, то не стал бы Дарин Киртуака мэром никогда. И так он все эти три компании в городской черте не победил. Но если бы город вышел хотя бы там Ботаник-Горышкановка на 5-10% больше, он даже со всеми махинациями в пригородах он бы не победил. Вот и с данным референдумом я чувствую, что нам еще придется вот этот период хорошо поработать. Потому что многие люди, к сожалению, инертны, пассивны. А потом они будут еще два года смотреть на Киртуака по телевидению и будут удивляться, почему мы живем в таком бардаке. И за эти два года он накачает еще столько долгов, столько кредитов, что будет мало места. Поэтому я вот пользуясь случаем хочу обратиться к людям, даже несмотря на усталость от политики, от политиков. Не надо делать это ради кого-то. Давайте сделаем это ради себя, ради города. Давайте уберем этого запроворовавшегося, лживого, неискреннего чинуша. Дайте дадим городу избрать другого мэра. Не важно, кто он будет, но это будет другой мэр. И другой мэр уже будет знать, как и все остальные мэры, которые будут. Они будут знать, что если мэр проворовался, если мэр не способен, если мэр не умеет организовать команду, потому что этот окружил себя только своими одноклассниками, гамрецкий воришка, фляж, который уже у нас полный бардак в образовании, третья командировка у него. Там еще куча деятелей, топало с его маршрутками, канцельер, дырдо с его схемами и так далее. Они уже всех людей утомили. Но люди должны что-то приложить к этому усилия. Люди должны в данном случае выйти и сказать, что мы против этого примара. То, что референдумы, референдум это демократический инструмент, это хороший инструмент. В Молдове он был бы очень полезен как практика. В Швейцарии 12 референдумов в год. Это уважение народу, уважение, но и люди там требуют соблюдения своих прав. У нас есть исторический шанс провести референдум. Я сталкивался на встречах с людьми, в разговорах с ситуацией, когда люди против Киртуака, но при этом они не готовы сказать, придут они вот в это воскресенье на референдум. Или как в день избрания Киртуака в воскресенье поедут куда-то за город, там, не знаю, на шашлык или еще куда-то. Вот этот референдум может стать важнейшим шагом к консолидации Кишинева. Потому что Кишинев это львиная доля людей, экономики, электората. Если мы проведем нормальный референдум и изберем Кишиневу другого премара, то тогда у нас великолепный задел для того, чтобы просто с треском выгнать этих ребят на парламентских выборах. Те, кто этого Дарина Киртуака поддерживал не потому, что он им нравится, а потому, что он выгоден. То, что манипулируемое лицо, то, что подписывает все, что надо людям. Именно поэтому его и не судят. Жертвовали как результат сговора, соглашения с либеральной партией. Но вот по нашим наблюдениям, вот эта инертность избирателя продиктована не только, будем говорить отчасти, недоверием к тому, что удастся высказаться на референдуме тем образом, что столичный и граничальный будет смещен, но еще недоверием к тому, что, а кто придет на смену. Ну, в общем, недоверием к тому, что удастся выбрать настоящего хозяйственника. Вот понятно, что это второй шаг. Первый шаг — референдум, отставка, ушел в прошлое, ушел в историю. Пусть с ним разбираются уже правоохранительные органы. Второй шаг — организация выборов и сами выборы столичного граничальника. Вот здесь есть, по нашим наблюдениям, как раз недоверие или пессимизм избирателя, он соткан еще из этой части. Что мы не верим, да, мы проголосуем, а вот потом кого выберем, кого нам предложат? Мы сегодня говорим сугубо о том, что нужно отправить чиновника-вора, чиновника-популиста, чиновника, который системно разрушает наш город, еще и втягивает его в долги. Мы сегодня говорим сугубо об его отставке. Если мы сейчас войдем в дискуссии, в полемику, кого мы будем предлагать, кто будет, это будет то, чего хотят наши оппоненты, которые сегодня рассуждают. А, как ты в речь? То есть хочет тот или тот или тот. А вы что, хотите поменять Дарина на кого-то? Кто будет? У нас в политике очень быстро разбираются, как в футболе. Кто будет, будут решать люди. И мы хотим людям дать шанс на то, чтобы избрать нормального примара. Да, безусловно, мы как партия социалистов, крупнейшая партия в республике, мы будем иметь хорошего кандидата на должность генерального примара. И мы, безусловно, будем говорить о том, что этот человек должен профессионально знать ситуацию в городе. И у этого человека, в отличие от Дарина Киртуак, должна быть профессиональная команда с градостроителями, с архитекторами, с теми, кто наконец-то даст этому городу генеральный план развития. Потому что мы думали, ну что они настолько примитивные, почему не принимают генеральный план развития? И только потом мы поняли, может быть, даже они бы и приняли какой-то, потому что им остался в наследствующий план предыдущей власти. Но им он не нужен, он их сковывает, тогда нельзя будет застраивать людям. Вот убрали Киртуака временно, принял в муниципальный совет регламент, который запрещает строить во дворах пятиэтажных зданий. Во дворах, где должны быть игровые площадки, зеленые насаждения и так далее для людей. Вот это не мешало Киртуака. Не мешает Киртуака, наши муниципальные советники вышли с инициативой, нашли деньги и на 50% подняли заработные платы. Сотрудникам дошкольных учебных заведений. Значит, можно, но если будет профессиональная команда, которая будет знать, что такое дорожное строительство, чтобы за те деньги, за которые Киртуака строил километр дорог, чтобы можно было построить три километра. И причем построить их качественно. И чтобы была транспарентность, наши муниципальные советники, надо признаться, даже в меру тех ограниченных возможностей, которые есть, не принесли транспарентность муниципальный совет. То есть базовые комиссии, земельная, юридическая, ведется онлайн-трансляция. То есть люди имеют, и не только люди, но и компетентные органы, имеют возможность онлайн видеть, какие решения продавливают муниципальные советники на комиссиях. Онлайн-трансляция муниципального совета. То есть вы знали, какой хай поднимали либералу. Что тут, камеры, то, сё, зачем. Вы же детям на бак поставили камеры, а почему нельзя ставить камеры сотрудникам премарии? И за ними, и всем другим чиновникам из других ведомств. Поэтому я уверен, что мы, как партия социалистов, мы будем бороться за Кишинев, но это не вопрос сегодняшнего дня. Сегодняшняя задача — это сплотить и сплотиться всем кишиневцам, забыть какие-то сиюминутные обиды, амбиции, непонятно что. Люди должны приучить чиновников на будущее, что чиновник, который проштрафился, был отправлен в отставку. Адарин Киртуак, я абсолютно уверен, что им должны заниматься давным-давно компетентные органы. И это же не надо заниматься, им надо просто открыть неким чиновникам прокуратуре, надо просто открыть дверцу сейфа и достать то, что они там держат. И держат они это для чего и для кого? Это вопрос тоже, с которым надо будет разбираться, потому что это уже преступная халатность, когда сотрудник органов правосудия, зная и имея материалы, не дает им ход. Если бы у нас это правосудие работало, то Дарин Киртуак и не был бы временно отстранен. А Дарин Киртуак и сегодня бы отбывал заслуженное наказание. Влад, спасибо большое. С вашей помощью расставили мы персональные акценты на всех темах, которые существуют, о которых сегодня говорят люди, говорят избиратели. Спасибо и приходите, Станислав, на референдум. Мы придем. Я думаю, что придем всем телеканалам. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батренча. Говорили о многом. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин